Добрый соки подходит для ежедневного рациона. Теперь подтверждено клинически. Мари, вышла Мари, присоединился. Долорес. Долорес. В общем, у меня поллица, как всегда. Меня Маша ругает, что у меня поллица. Но у меня опять поллица. Я не знаю, почему. Здравствуйте всех. Поздравляю с Рождеством, дорогие мои. С наступившим уже. Олечка. И вас тоже, и вас тоже, мои дорогие. Всем здравствуйте. Ну, кто как провел. Я, знаете, давно хотела выйти. Но сейчас был великолепный век, и мне очень хотелось посмотреть, как вот это вот встретится с султаном, вот Хюрем. Я не видела никогда этот фильм, в общем, ждала-ждала-дождалась, и как только дождалась, сразу стала с вами разговаривать. Ниже камеру. Сейчас поставлю. Знаете, мне в прошлый раз посоветовали стоечку взять. Теперь я взяла уже. По-моему, Иночка была, да? Ой, вы знаете что? Все мы разные бываем, и я тоже бываю разные очень. А я опустила. Ну, уже куда еще? А, еще ниже, вот так. Ну, ладно. Я только боюсь, я не увижу, что вы пишете. На каком канале? На домашнем. Вот сейчас тоже дальше идет. Но, по-моему, я самое интересное посмотрела. А с Рождеством. Иркесик, да, Иркесик. А Иночка, привет, тоже. Да, всех, всех привет. Екатерина, 472. Всех приветствую. Со всеми разговариваю. С Рождеством вас. Я такая больная все-таки. Вы знаете, такая акклиматизация, видимо, после вот этой Мексики. С Рождеством. С Рождеством. Все по гостям таскаются. А Маша ушла. А вот она, ну, она уже выложила, по-моему, историю, где она делала реснички. А сейчас, по-моему, она продолжает их делать, но я не знаю. На хоккей болели за Спартак. Ой, молодцы. Она, посмотрите, у нее в сторис, она же выложила, где она. Здрасте. Здрасте. Тоже гуленый. Он у нас тоже гуленый очень. Ой, какие красивые синие бабочки. С Рождеством, с Рождеством. И вас всех. Скажите, хорошо отпраздновали? Вчера праздновали? Фильм хороший, да? Так. С Рождеством вас. Кэт, с Рождеством. Вот только вышло. Вот прям вот пять минут, наверное. Ой, сразу мне пану, какое Бакаева прислала. 32. Вот так вот. Что вы любите читать, мамуля? Вот знаете что? Вообще я читала когда-то все подряд. Сейчас у меня очень плохое зрение. Но я все равно, когда еду в метро, всегда читаю детективы. Сейчас я читаю детективы. Я понимаю, наверное, надо познавательную литературу читать. Да, я понимаю. Я, наверное, плохо делаю. Но я читаю то, что я сейчас могу спокойно читать с удовольствием. Сейчас читаю Черный лед. Кстати, я когда начала читать, ну еще не знала, куда я лечусь, что еду и начала читать. И брала с собой планшет. А Черный лед или какой-то черный, или какой-то, это оказывается вид какого-то такого ненужного совершенно сырья, которое производят в Мексике. Ну и там якобы производят. И вот там убивают подряд всех за этот Черный лед. Тоже подсел на детектив. Ну да, я их детство читала. Спасибо, Екатериночка. Хорошо праздновали Рождество? Это я мельком посмотрела на экран. Там еще раз своя подружка беседует. Эрих Мария Ремарк. Он, кстати, получил ведь когда-то, по-моему... Нет, это Хемингуэй получил Нобелевскую премию. За Старик и море. А Эрих Мария Ремарк. Три товарища. Три товарища, еще что-то. Ну, он, по-моему, тяжелый Ремарком. Для меня тяжелый был. Нет, мне совершенно не скучно. Мне так хорошо. Я вообще даже из дома не хочу выходить. После того, как приехала, вообще не хочу выходить. Афанасиев, а? Ой, сколько сердечек прислали. Подсолнухи прислали. Какие мне подсолнушки прислала? Линочка, здравствуй, дорогая. Желаю вам крепкого здоровья. Ой, и вам тоже. Всем желаю. Вот. Марина говорит, дома с детишками. Ну, это очень хорошо. Да, дети маленькие особенно. Конечно. Поэтому вы проводите с ними сейчас время. Это нормально. Так. Тоже любит дома сидеть. Вот. А вы знаете, я посмотрела сейчас. Оказывается, Новый год даже. Сказали, какой-то большой процент населения сидели дома. Каждый занимался своими делами. Отдыхали. И даже на рецептво никуда не ходили. Ну, вот сейчас есть такой уже слой населения. Я, наверное, к нему тоже отношусь уже. Когда я вот с удовольствием сидела дома, знаете. Просто с удовольствием. Тоже домоседка. Сейчас уже скоро. Да сейчас сколько время уже? Вы видите, уже время-то. 11 час скоро уже лягу. Да, это семейный праздник. Ну, так получилось, что в этот раз мы все в разных местах. Ну, вот так. Маша, я должна была, конечно, мы должны были поехать в Самару и встретить у меня там сестра, племянники. По знаку зодиака. Рыба. А я рыба, а лет мне 68. А где Машуля? Машуля делает реснички. Я Машу уже ни за что не ругаю. Даже, знаете, мне сказали... Ой, первый час ночи уже где-то, да. А мне сказали, что вообще нельзя. Диванодавы. Да, на слой диванчике. Да, на диванчике. Привет, Саратов. Так. Ой, сколько всего прислали радугу. Вы знаете, мне сказали, что я Машу очень много тюкала и очень много замечаний делала. Ну, вообще-то нельзя. Да, и Машу сын рыба. Ну, это хороший знак, в принципе. Меня он устраивает. Я прямо... Ну, мне как-то легко было. Потом уже вот получились какие-то... Привет из Самары. Ой, родной из Самары, привет. Спасибо. Что вот с нами больше года. Ой, большое спасибо. И мы с вами, значит, тоже больше года. Значит, и мы с вами. Тюкаем, тюкаем детей. Ну, вообще нельзя никого тюкать. И я смотрела недавно передачу. Очень интересную передачу. Случайно не спалось. И прямо в 6 утра встала. И повезло. Был психолог. И вот он рассказывал. И говорил, пойдемте чаек пить. Да я попила уже. Да хорошо. Это привет из Турции. Привет, Турции. Я там отдыхала. Мне очень понравилось. Очень. В Грузии привет. В Грузии не была. Но наша очень хорошая подруга Машина и моя привозила из Грузии. Такое вино шикарное. Как же оно? Кинзмараули. Ой, вкусняк был. И самое настоящее. Спасибо, Иночка. Ты тоже, да. Да, давно уже. Вы знаете, это вам кажется, что депрессивные какие-то. Нет, я наоборот очень пессимистка большая. Вообще сангвиника по характеру. Очень веселая. Мало ли, поплакать все могут. Я уже рассказывала, в какой-то стране приходят к врачу и говорят, что-то я доктор плохо себя чувствую, что-то у меня это. А он говорит, давно плакали? То есть поплакать надо обязательно и поплакать. Так что все плачут. С Рождеством и вас также. Линочка, я тоже. Привет. Вот мы сейчас познакомились из Сан-Франциско, когда были в Мексике. Они случайно так получилось. Подписчица тоже Машенькина. Алена. Это прям вот, знаете, Бог послал, наверное, родственники. Да, оно красивое. Его сейчас нет здесь у меня. Спасибо. Забыла. А, и вот Алена эта, она родилась в Украине, кстати. На Украине, по-моему, в Одессе. Ой, сколько прислали и так хорошо написали. Ну, я вам, может, и не очень такая уж... Не могу сказать особо, что я очень умная. Мама такая же добрая, как вы. Спасибо. Привет. Ой, Тагестану привет большой. Так, дополнительно. Я тоже рыба. Духовно развитые люди. Здравствуйте. Здравствуйте, Роза Бирьян. Здравствуйте, дорогие. Так. Ну, вот и всё. Вопросов нет. Вы знаете? И вот этот, значит, говорил, что каждый человек должен жить так, как ему хочется. Делать то, что ему хочется. Он говорит, я живу только по этому принципу. Ещё говорил, что не нужно много ожидать чего-то и ждать. А, мамочка, у тебя в больнице лежу. Да, Линочка? Ой, ну... Давай, выздоравливай, дорогая моя. А, так. Красиво играю. Ну, я, знаете, сколько училась, чтобы играть красиво. Ой, очень много. А в какой тёмный цвет я решила перекрасить? Кто вам сказал? Ну, можно было бы, может быть, и перекрасить, но мне не имеет смысла. Я, видимо, привет из Латвии, привет с праздником, Ниночка. Может быть, я седаю вся. Зачем же мне сейчас в чёрный цвет? Будет видно сразу. И постарить будет очень ещё больше. Маша очень умная. Это правда. Необыкновенно умная. Меня даже спрашивали, в кого? Ну, больше в папу, конечно. Но у неё откуда-то такие мысли, которые мне бы даже в голову не пришли никогда. Она вообще необыкновенно умная. Привет из Саратова. Она очень талантливая и умная. Линочка, здоровья вам. Да. Камеру. Да вы знаете, может быть, а чего она? Да что-то я не знаю, чего она у меня. Камера такая. Сейчас протру. Потная какая-то или что? Или запотела от меня? Не знаю. А, я её руками брала. Грязными, может быть. Такой может быть, жирными. Ну как, лучше? Лучше? Так. Вот, видите, никакого. Где Машенька? Нет, два у меня. Два ребёнка. Ну, уже не могу сказать, что они уже... Они уже взрослые. Олечка, а вы сейчас в работе? Я вас помню по театру в Самаре. Вас как... Ой! Театр вспомнили, да. Театр я очень любила. Это правда. Меня там очень ценили. Я вспоминаю всегда театр. Да. Театр — это театр. Вы знаете, когда устроилась работа в театр, я ходила на все спектакли. А что значит больше отдыхать? Вот сидеть дома, лежать? Или что вы имеете в виду отдыхать? Я не понимаю вас. Я всегда такого цвета. Если кто меня помнит... По крайней мере, в Москве никто не видел меня тёмного цвета. Это было очень давно. Ну, я даже не знаю. Шестнадцать? Не знаю, я училась в шестнадцать. Поэтому не знаю. Хотя, привет из Башкирии, из Уфы. Я там была, кстати, очень хорошая, город Уфа. Я там получила диплом, как лучший концертмейстер на конкурсе. Клинки Архипова проводила. Очень нравится. И вас с Рождеством, Наташенька. С Рождеством, дорогая моя. Елена Ярикова, здравствуйте, здравствуйте. Веснушка переписывается с Юляшей. И знаете, вот насчёт всего замечаний, насчёт того, что переделывать кого-то, переделывать мужа или жену, говорят, нельзя. Правильно это сказал психолог Михаил. Забыла сейчас точно фамилию. Сказал, не нужно чужими руками трогать никого. Не надо делать замечания. Не надо переделывать. Если особенно муж с женой уже поженились, надо принимать такими, как есть. Нельзя ничего трогать и переделывать. Как себя мотивировать? Даже не знаю. Привет, Липецк. Ой, храни бог всех. Да, спасибо большое. Михаил Лобковский. Да, правда. Он замечательный психолог. Он мне так понравился. Вот кто написал, да. Замечательный. Он такие вещи хорошие говорил. Вы знаете, я прям наслушалась, наслушалась. И мне он очень понравился. Вот я хотела сделать что-то. Но пока думаю. Что-то... Вы знаете, я приболела всё-таки. И вот даже с Машенькой вынуждена была немножко походить. Ой, вот тут мне что-то тот написал сейчас. Да у неё это Наташа. Замечательная. Они учились вместе в консерватории. И знаете, мне вот столько цветов. Ромашки прислали. Малинка прислала. И Арнур. Не могу прочитать. Агерем. Она, если муж изменяет, то её не надо переделывать, терпеть. Нет. Ну, это немножко другое. В данном случае, если муж изменяет, и вы это знаете, конечно, терпеть не надо. Ну, то есть, я, например, не смогла бы. Я бы не смогла. И потом, какой смысл терпеть это? Надо уходить, и всё. Даже если есть дети. Да, приглашала она. И сейчас мы с ней вчера разговаривали. Поздно вечером уже. Она мне говорит, выходите в эфир. Смотрите, Олечка, мы с вами поговорим. Выходите. А в результате мы с ней просто поговорили по телефону. Очень хорошо поговорили. Она мне показывала. На свою работу. Она приболела немножко. Мужа отвезла. Рика отвезла на занятия в спортзал. И говорит, я сама поснимаюсь. Я говорю, не занимайся, если ты болеешь. Ни в коем случае. Ну, она, правда, не стала заниматься. Но я говорю, приезжайте в Москву. Они очень хотят в Москву и Питер не видели. И мы посоветовали ближе к лету, чтобы они поехали в Питер на теплоходе. И заехали еще на Валаам. Есть такой... Ну, мы ездили когда-то теплоходом. Это очень здорово на Валааме побывать. Вот, кстати, туда ведь всегда приезжает и Путин. Это Валаам. Такое святое-святое место. А один раз мы плавали даже до Соловков. Соловки. И там проходят шлюзы. Шлюзы целиком, деревянные шлюзы. Можете себе представить? Такие шлюзы, которые по бокам деревянные. И можно рукой достать было. И мужчина какой-то достал из шлюзов вот такой болт Маше подарил. Он у нас где-то лежит дома, этот болт из шлюзов. А я подумала, вот он вытащил Маше. Если вытащить себе, и каждый вытащит по болтику, растащит все. Да, у меня уже дальше с Рождеством, Олечка, привет. Из Воронежа, привет. Выходите почаще. Привет. Не болейте. Ну, вот так получилось. Спасибо. Спасибо. Ой, так, скорейшего выздоровления. Да я только носом. Так, ничего страшного. Так, тетя Ольга, спасибо. Ой, да вы знаете, ну как я всем не отвечаю? Я вот читаю. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Вот, видите, опять не могу вас прочитать, Арнур. Вижу второе слово. Не могу. Правда. Вот, я вот тоже думаю, ну если муж все время изменяет, ну нахрен его держать? Правда, вот Кобзона, жена, потом он говорит, вот, спасибо, такая у меня жена. Ну сколько она натерпелась пока, там всю жизнь изменяла, или к тому нас еще есть, я не хочу называть. Фамилии не хочется, его просто уже нет. Как я переношу дальние полеты? Плохо, конечно. Ну, это невозможно вообще. Летать. Одиннадцать там с лишним часов, сколько там было. А туда, когда мы летели, мы летели с пересадкой. Мы пять с лишним часов летели до Испании, как-то получилось. Потом там сидели непонятное какое количество часов в этом. Ну, вообще мотались по залам. А потом еще летели чуть ли не одиннадцать до, где мы были-то, Канкун, Канкун, что ли? Господи, я уже забыла. И вы знаете, там было что интересно, стоял монитор над каждым креслом, перед каждым креслом, и было видно, куда мы летим, что мы сейчас пролетаем. Прям курс самолета, самолет летел, представляете? Ну, вот как из космоса, наверное, показывают. Вот он летел самолетом, показывали, как Черное море пролетает. Ой, Черное море. Тихий океан. Какие страны пролетали, что мы пролетали. И я себе, главное, ну, все это зафиксировала, а потом забыла выложить. Вот я такая. Да, Карелия очень красивая. Да, да, да. Конечно, Вовочка, золото наш, конечно. Я, честно говоря, маску для лица из овсянки не пробовала, но в овсянке ничего плохого нет. И я думаю, наверное, это хорошо. Уже давно дома он. Привет из Оренбурга, привет, Малинка. Привет, спасибо. Ну, вы знаете, он не в плену был, но так получилось. Ну, так нам сначала сказали. Ну, есть какие-то вещи? Вот, я, знаете, кстати, про него и не хотела говорить. Вот вы сейчас написали. Именно про него я и не хотела говорить, потому что, ну, сколько, ну, сейчас-то дети хорошие. Ну, что значит близка? Я кого знаю, с кем я, например, я работала с Ростроповичем. Он у нас ставил спектакль, ставил, он был дирижером, Иван Грозный, и на музыку композитора Слонимского. Вот я и с Слонимским хорошо, очень знакома, и с Ростроповичем была знакома. Очень хорошо и близко как бы знала. Много раз были в одной компании с Вашметом, потому что он с нашим папой учился вместе. Они очень хорошо знают друг друга. Кто еще? Ну, много я работала, например, у меня были сольные концерты со Сметанниковым, если кто такого знает, певца из Саратова, были сольные концерты. Были, Архипова играла с пивки по пиковой даме, и с ней потом отдельно в классе работала. Ой, Айгерим Арнур Архат. А-а-а! Это вы написали мне Айгерим Арнур Архат. Красивое имя очень. Айгерим Арнур Архат. Ну, я... Все равно это... Ну, вот вы знаете, что я вас прочитала? Спасибо вам большое, но... Да, вы знаете, главное, говорит, что я этого... Не важно, кто кого знает, с кем работает. Да, это правда. Со многими режиссерами работала очень, с дирижерами, но... Это же привет из Туркменистана. И вам привет, дорогие. Ну, вы знаете, может быть, и не все, но есть какие-то отдельные, которые не изменяют. Я верю в это. Может быть, они есть, но это такие редкие особи в людях. Ну, очень ценю доброту, отзывчивость. Вообще порядочность какую-то ценю. Вот не люблю людей, которые, знаете, из-под тяжка делают гадости, говорят, например, в хороших отношениях с человеком, а сами за спиной говорят гадости или пишут гадости, или начинают вот даже в эфирах говорить какие-то якобы... Ну, мне это неприятно. Таких людей не люблю. Я считаю, это люди непорядочные. Отзывчивые какие-то, теплые. Знаете, что я вам скажу? Вы говорите, немногие активные. Вы знаете, все-таки дается людям всем по генетике все. Какая генетика? И у меня была очень хорошая знакомая. Я не хочу говорить, как... Но вот она очень богатая была. У нее муж очень хороший. Но она болела ногами. Вы знаете, она не могла просто ходить. Ну, вот больные ноги. И она везде, где только она не была. Как только не лечила. За большие деньги. Но не смогла. Я думаю, ну, вот не знаю, почему так. И я всегда благодарю Бога. И кто-то говорит, надо вот каждое утро благодарить Бога. Спасибо, что проснулся и вообще жив. С праздником у вас тоже. С праздником всем. Да. Да, вы правы. Бывают такие вот действительно двуличные. Я считаю, двуличные люди. И я не люблю. Причем иногда я Маше говорю, но она мне не всегда верит. Нет, Машенька реснички наращивает. Да посмотрите у нее. Может быть, она уже и ушла. Я вот не знаю. Но она была... С той, что у нее там. Да я... Ну, у меня нос. Это, я думаю, акклиматизация. Ну, нос. Потому что... Вот сейчас Алена из Сан-Франциско, которые нас приглашали к себе в гостиницу и возили вот на аттракцион, она тоже сейчас приболела, тоже болеет. Вы знаете, я хочу... Когда хочу перелистнуть... Я с одним коллегой. Конечно, конечно. Вы знаете как? Вот я даже работала на работе. И на своей в театре. И к нам пришел новый солист. Певец роскошный. Ну, просто вот мы прям так ахнули. Вот так обычно прослушивание идет на сцене. И мы слушали. Я тогда еще в худсовете была. И прослушали, взяли сразу в театр. Ну, гениально пел. Я вот не знаю. Просто он как спел там. Вайоланте, одну фразу, мурашки аж. И я с ним работала. Меня выписывали... Сейчас я дальше смотрю. Выписывали с ним работать. Вот я работала, работала. И он вдруг одному солисту, с которым как бы я тоже в хороших отношениях тоже с ним работала. Чего-то он ему сказал. Только не смей ей ничего там плохого сделать или про меня сказать что-то. И он перестал со мной этот коллега разговаривать. Вы знаете, это был первый случай, когда вдруг со мной кто-то перестал разговаривать. Я прям... Мне настолько было это тяжело, неприятно. Ну, я пережила этот момент. Потом он так же спокойно опять стал разговаривать. Потом ни с того ни с сего вдруг еще одна женщина перестала разговаривать. Я уже даже не обратила внимания, почему и что. Даже не знаю. На меня когда-то обижали, что там вот у нас был завтруппы. И он выписывал уроки. Я пианистка была, он со мной выписывал уроки. И кому-то выписывал, кому-то нет. Кому хотел выписывал. Я не могла никого не просить, ничего. Вот выписывал. Они сами ходили, солисты просили меня вот к этому концертместеру. И вот выписывали. И многие обижались, что не это. Да, акклиматизация. Поэтому бывали всякие отношения. И если у меня что-то не складывается, я взяла и ушла с работы. Ну, может быть, сейчас я такое решение могла принять. Раньше, наверное, нет. Снег пошел. Здравствуйте, Занапа. Ой, в Анапе, наверное, хорошо? Я пианистка. Да, это вот прям родителей надо благодарить. Вы знаете, я недавно прочитала Павел Воле. Так хорошо сказал. Его дети... Видимо, интервью какое-то шло. Я в Инстаграме вчера увидела. Его дети спрашивают, а вы когда-нибудь за что-нибудь родители то ли ругали, то ли осуждали, то ли что? Он говорит, да не дай бог, никогда. И сказал, что родителям надо быть благодарными просто за то, что они родили, подарили жизнь. И вот мы живем и можем видеть вот этот прекрасный мир. Понимаете? Поэтому, конечно, мы подарили, а уже дальше дети сами добиваются, карабкаются. Это уже сам человек все делает. А мы дарим. И мне подарили, и я подарила. А, в Раменском! Да, все хорошо уже с Вовочкой. Вы знаете, вы переживете. Конечно, переживете. Вынуждены пережить. Вы знаете, мы, ну, смотрите, мы и миримся, конечно же, и со смертью. А что делать? Ну, это неизбежно. Мы не вечны. Кто-то раньше умирает, кто-то позже. Я всегда Маше говорю, когда она волнуется, там, и звонит. Мама, ты где? Ты что? Ты что? Мама ночью встанет. Мама, ты это? Я говорю, Маша, ну, вот что, чему быть, тому и быть. И как бы мы не властны. Никогда родится человек, никогда умрет. Это два таких вот вопроса, которые никто не знает. Ну, я и говорю, а, вы когда-нибудь стыдились своих родителей? Как хорошо воля отметила. Да, и вот вы, знаете, свыкнетесь с этой мыслью. Не то, что свыкнетесь. Пройдет 9 дней, 40 дней. Вы поплачете. Ну, что делать? Вы знаете, когда у меня умер отец, я вообще не могла смириться. Я в это время была на гастролях, и меня вызвали. Я ехала так, плакала. Где-то я была на гастролях, я не помню где. Может быть, даже в Смоленске. И я одна ехала поездом, рыдала, приехала, прям успела. Меня просто дождались и похоронили. И вот когда мы пришли, мы там что-то плачемся и все. А один мужчина, ну, тоже родственник, он сказал, не надо, а то в слезах утопите. Начал что-то рассказывать, какие-то даже анекдоты. Ну, жизнь продолжается. Вы переболеете, никогда ее не забудете. Всегда будет мама жить у вас и в вашей памяти. Говорят, мы живы, пока она вспомнит. Всегда будете помнить мамочку. Я сейчас всегда вспоминаю маму и папу. Всегда вспоминаю их. Ну, и типун вам на язык. Господи, конечно, жив. Да. Да, вот я и говорю. Да. Всегда. Да, Машеньке. Ну, она сама захотела. Дело в том, что человек должен сам захотеть. И когда я позвонила этому психологу, это очень известный человек, он лечит ни таблетками, ничем. Он просто разговаривает и показывает таких же пациентов в зеркало, с которыми случилась такая беда. Причем он таких показал. Да. Ну, конечно, мы все сочувствуем вам, конечно. Он показал таких пациентов. Анорексия страшное заболевание, во-первых, сказал он, что от нее самая большая смертность в мире. Именно от анорексии. Больше, чем от других. От инсультов, от инфарктов, от онкологии, от сима. Ну, понимаете, потому что многие девочки хотят худеть. Причем маленькие, красивые очень, умные. Ну, вот так бывает. И он показал нам фильмы пациентов, когда уже лежали две девочки в психиатрической клинике. Уже сделать ничего нельзя было. Просто все же. Ну, это уже не люди были. И настолько это меня потрясло. Потому что я еще... Потом я вообще недопонимала. Думаю, ну, худая, ну, худая. И как бы я даже не могла понять. А оказывается... Это сейчас я поняла. Есть определенный вес у каждого человека. И для кого-то может даже 42 килограмма стать летальным. Все. А для кого-то... Конечно, он все лечит. Да? Все лечит. Он необыкновенный человек. Ой, да нет, ну что вы про меня. Какая красивая. Ну, да нет. Без фильтров, кстати. А то мне говорят, нельзя же так фотошопить. Нельзя же, говорит, так себя фотошопить. Да я себя не фотошоплю. Это обработка была... Как это сказать? Фотограф еще обрабатывал. Очень хорошо, кстати, красиво обрабатывал. А он не залгал. Был, а он не залгал. Посмотрим от пояса. Знаете... Спасибо, вы тоже все классные. Вообще у меня все хорошие подписчики. Попадет кто-то вот... Ну, у меня даже, я не знаю... Даже слов нет. Может, я что-то не прочитала и не увидела? Может такое быть. Слушайте, сейчас краем глаза увидела, за что-то... Как ее еще? Хюрем? Хюрем бросили в темницу. За что, не знаю. Просто увидела, она сидит уже в темнице. Я разговариваю пока. Не знаю. Так. Без Маши дома. Нет, нет, не скучно. И ей не должно быть скучно. Я всегда говорю, что нужно найти даже... Человек должен быть один, находиться со своим одиночеством. И находить в этом какой-то покой, спокойствие. Даже удовольствие, что он может побыть, подумать о чем-то своем, заняться своими делами. Нельзя все время висеть на шее у кого-то. Я не могу у Маши висеть на шее, и все время за ней таскаться. И она. Нет, Маша не шпаголик. Сразу вам говорю. Как делового, отлично. Хюрем на... Домашний, по-моему, домашний, мне кажется. Да нет, все видно. Вот как видно, так видно. Че меня смотреть? Мы с вами беседуем все. Привет из Одессы. Вот. Кстати, Алена родилась в Одессе. А то, смотрите. Ну, дорогие мои. Все. Давайте прощаться. Всех еще раз. С Рождеством всех благ. Всех вас пусть хранит. Когда уходишь, астерки говорят. Хранит. Пусть вас хранит. Ангел-хранитель. Ангел-хранители вам в дорогу. И всем вам тоже. И хочу еще раз всех поблагодарить. За хорошие... Вот. Ваши посты. Не посты. Подождите. За хорошие. Привет из Германии. Привет. Ой, Господи. Забыла, как называется. Комментарии. За хорошие комментарии все уже. Ну, вот видите. Говорите. Хорошо выгляжу. Мозги, чтобы работали надо. В общем, обнимаю. Я вас тоже обнимаю. Спокойной вам ночи. Всех люблю. Всем добра и любви. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.